Опробовать возможности своего автомобиля на трассе Сочи-автодрома любители тюнинга и скорости смогли в эти выходные. Заезды серии Time Attack не предполагают получения кубков и медалей. В погоне за временем пилоты стараются выжать максимум с накрученных движков Porsche, Volkswagen, Nissan и других марок автомобилей. Некоторые водители со временем переходят в статус профессионалов. Так оренбуржец Иван Терновский решил попытать удачу в чемпионате края серии Midjet 2L. Первые мои гонки в Сочи. Вообще первые в жизни. Первый раз в жизни буду в гонках принимать участие. Опытные водители и тренеры помогают каждому новичку. Иван – единственный из восьми пилотов, для которого важна не победа, а участие и пережитые эмоции. Именного авто у начинающего пилота пока нет. Стилизованный под BMW седьмой номер принадлежит организатору заездов, который также борется за призовые места второго этапа чемпионата Краснодарского края. Гонки серии Midjet пройдут не только на Сочи автотроме. Они также проедут по всем российским трассам эта серия. В гонках могут принять участие все желающие. Сегодня у нас, кстати, участвует пилот, для которого будет первая гонка в его карьере. То есть, возможно, через год, через два мы его уже увидим на подиуме. Он делает очень хорошие успехи. То есть, буквально пару тренировочных дней, и пилот готов выйти на старт, ощутить всю процедуру гонки, работу сэфиникара, работу маршала, светофоров. И испытать удовольствие гоночной борьбы. Гонки серии Midjet уже второй год принимает Франция. Теперь чемпионат международного уровня дошел и до Олимпийской столицы. 14 и 15 февраля на трассу Сочи автодрома вместе с российскими пилотами выйдут известные Себастьян Люб и Иван Мюллер. Это будет четвертый по счету этап Кубка Краснодарского края. Ну а победитель чемпионата примет участие в гонках, которые пройдут в Нагаро 4 апреля. Ну а трасса Сочи автодрома в этом году вновь примет российский этап Формулы-1. Он пройдет с 9 по 11 октября. 25 января в воскресенье приятные сюрпризы получили учащиеся вузов. Предъявив студенческий билет, каждый мог стать участником экскурсии по объектам автоспортивного комплекса. Со скидкой прокатиться на гоночном такси по трассе Сочи автодрома. И даже стать частью команды организаторов российского этапа в 2015 году. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.